Все раз всем привет. Добро пожаловать на техническую секцию. Меня зовут Кочуров Андрей, я продуктовый менеджер рекламной технологии Яндекса. И поговорим мы с вами о том, как внешний вид контекстной рекламы на ваших страницах влияет на ваш доход. Как паблишер увеличить свой доход с контекста и какими инструментами, в том числе инструментами от Яндекса, можно пользоваться, чтобы решать эту проблему. И немного напомним о том, что же такое контекстная реклама. Рекламодатель в Директе платит за клики, как вы все знаете, но если копнуть чуть глубоко, то в Директе мы продаем клики, которые приводят к результату, то есть к конверсиям, целевым звонкам, к покупкам на сайте и так далее. И это все ведет к тому, что чем больше качественных конверсий приводит ваш сайт рекламодателям, тем больше ваш доход. Много слышали уже про биткоррекшн, о том, что мы поощряем те площадки, которые приводят хорошие конверсии. И количество хороших конверсий можно увеличить двумя способами. Мы либо можем увеличивать клики с рекламного места, либо повышать качество этих кликов с рекламного места. И вот над второй частью не часто задумываются. И как же нам, как паблишеру, работать с конверсионностью рекламных мест? То есть есть два самых основных способа. Это расположение рекламных мест. Это у нас был очень подробный доклад в прошлом августе. Много интересных было идей. Но сегодня мы сосредоточимся все-таки на дизайне. То есть как дизайн рекламных блоков, а именно контекста директа, влияет на вашу выручку. То есть поговорим о внешнем виде, количестве объявлений, дополнительных элементов. Вот здесь есть хороший очень пример баннера Мерседеса, в котором вы видите. Баннер не просто так выглядит. В нем есть много дополнительных ссылок на специальные условия, на шоурум, чтобы пользователь кликнул в его интересующую конкретную тему и перешел сразу на ту страницу, где можно, например, записаться на тест-драйв, чтобы сократить время, которое он проводит на сайте рекламодателя, между кликом и сразу же конверсией. И поговорим о том, как паблишеру правильно выбирать дизайны на своей площадке. И здесь вот нам пригодятся голосовалки. Сейчас будет несколько интерактивных примеров. Они все рассматривают дизайны директа на десктопе правой колонки для баннера 300 на 600. Пожалуйста, поищите голосовалки, нужно будет им воспользоваться. И наш первый пример. Вот такой вот. Соответственно, нужно проголосовать за тот вариант, который вы считаете, как по вам, наиболее доходный, то есть который принесет вам как площадке больше денег. Поднимайте, поднимайте, не стесняйтесь. Значит, я немного прокомментирую. Левый синий баннер – это обычный адаптивный. Его можно настроить в партнерском интерфейсе. Здесь только изменены цвета. А красный баннер называется медиа баннер директа. Он был недавно доступен в партнерском интерфейсе, примерно год назад. Сейчас его можно настроить с помощью менеджера Яндекса. Все почти проголосовали за красный вариант. Много было голосов, но были голоса и за синий. Значит, правильный ответ здесь такой. Если выбирать деньгами, то синий баннер эффективнее процентов на 40. Мы посмотрим доказательства. Есть много у меня примеров потом доказывающих. И именно поэтому синий баннер сейчас является дефолтным в партнерском интерфейсе. Он зарабатывает гораздо больше денег. В чем здесь, в чем, собственно, причина. На левом баннере хорошо читается текст. Он на белом фоне. Его хорошо видно. Есть дополнительные элементы. Ссылки сразу на рассрочку, ипотеку, паркинг и так далее. Пользователь кликает и сразу подает, не знаю, прийти в офис продаж. Бесплатное такси до офиса продаж и так далее. Правый же баннер, он все-таки более такой медийный. То есть в нем призыва к клику особо, так сказать, и нет. И в нем очень страшная красная кнопка. Красные кнопки пугают пользователей. Они почему-то в них реже кликают. Мы посмотрим, у нас будет несколько примеров. Также в правом баннере плохо читается текст из-за того, что там есть анимация. И это был довольно простой пример. Выбрать между этими баннерами довольно легко, проведя простой АБТ-тест. Давайте посмотрим. Пример тоже простой, но чуть сложнее. Вот такой вот. Опять же нужно проголосовать. И в этот раз уже, опять же, пожалуйста, подумайте, какой баннер более доходный для вас. Не тот, который вам больше нравится по внешнему виду, как был на прошлом, но который более доходный. Не стесняйся, поднимаем. Ну вот мы опять видим, что мнения разделились. На самом деле самое важное то, что многие площадки читают по-разному. То есть левый баннер — это опять тот же самый адаптив, а правый баннер — это рекламный блок из двух объявлений директа. Они оба постеры. Они в стандартном дизайне, стандартные постеры. Значит, правильный ответ здесь такой. В большинстве случаев красный баннер побеждает в подохонности, потому что в нем два объявления. Давайте разберемся в этом случае подробнее, как паблишеру вообще выбрать между одним и двумя объявлениями. Допустим, вот у нас есть один большой баннер, у него условно CTR 1%. Если этот один баннер разбить на два, то CTR у него будет вот примерно такой. То есть у верхнего будет 0.8, у нижнего 0.4. У верхних баннеров всегда CTR выше, в них чаще кликают, они выше располагаются в зоне видимости. Пользователи на них чаще обращают внимание. И получается, что правый баннер с двух объявлений на 20% кликабельнее. У него CTR на 20% выше. И если так подумать, то если бы реклама стоила вся одинаково, то правый баннер просто банально приносил бы нам 20% больше денег. Но в реальности это, к сожалению, не так. Вот и у разных рекламодателей, у разной рекламы, у них разных CPM. Что с этим делать? Давайте подробнее посмотрим. Разберем первый пример, когда пользователь пришел к вам, и до этого он искал в поиске Яндекса пластиковые окна купить Москва подешевле. То есть такой распространенный запрос, стандартный. Как выглядит аукцион в директе на такого пользователя? То есть есть какие-то рекламодатели, аукцион очень плотный, сервисов, предоставляющих установку пластиковых окон в Москве много. Вот они все торгуются за такого пользователя, потому что ему это интересно. И первый рекламодатель готов заплатить 40 рублей за клик, второй 38 и так дальше. Соответственно, давайте посмотрим, как в таком случае будет выглядеть доходность каждого баннера. Для простоты отбросим правила второй цены и будем считать, что это финальные цены. Воспользуемся очень простой формулой расчета CPM из цены клика. И посмотрим, сколько денег нам это принесет. То есть левый баннер из одного объявления приносит 400 рублей на CPM. Тут все просто. А правый баннер принесет нам вот такие деньги. То есть верхний 320 рублей и нижний 152 рубля. То есть в итоге что получается? Что правый баннер выгоднее, но его доходность, видите, снизилась на 2%. То есть он хоть и кликабельнее на 20%, но он всего лишь на 18% доходнее, что очень хорошо. Для чего я это все показываю? Потому что есть и второй случай. Приходит к нам другой совершенно пользователь, а он уже не интересовался пластиковыми окнами. Он вот искал в поиске Gibson SG Москва купить. Это такая редкая довольно гитара, ее можно купить в Москве в одном всего магазине. И аукцион в директе на такого пользователя будет выглядеть вот так. Уже у нас будет рекламодатель, собственно, этот единственный в Москве магазин, который платит за него 120 рублей. Понятно, почему он за него такие деньги платит. У него действительно можно купить эту гитару, она дорого стоит. А стоимость такой конверсии довольно высокая. Второй же рекламодатель — это какой-то другой музыкальный магазин, у которого такой гитары нет. Может быть, вообще нет гитары, он просто хочет покупать запросы по такой тематике. Вот. И давайте опять несложными вычислениями посчитаем, сколько нам это будет стоить. Одиночный баннер получается 1200 рублей CPM. А вот с двойным баннером становится интереснее. Верхний баннер имеет хороший CTR и высокую ставку и перенесет нам 960 рублей. А вот с нижним все не так хорошо. У него низкий CTR и низкая стоимость клика. И выходит, что вот он нам всего добавляет доход 60 рублей. Несложные вычисления показывают, что, используя в таком случае два объявления, мы проиграем в деньгах на 15%, что довольно ощутимо. Вот как раз пример того, как количество объявлений влияет на ваш доход. То есть если у вас больше пользователей первого типа, конечно, вам подойдет два объявления. Если второго, то одно. Теперь, опять же, воспользуемся голосовалками и будут примеры чуть-чуть посложнее. Вот такой пример. Соответственно, опять же, нужно проголосовать за тот вариант, который вы считаете более доходным. Как вы видите, здесь разница в цветах, шрифтах, кликовых ссылках. Не стесняйтесь, поднимаем. Ничего страшного. Вот я вижу, мнения разделились. Очень хорошо. Я пока не буду говорить, какой это правильный, потому что есть еще второй случай. Вот такой. Давайте посмотрим, сколько альтернативных мнений. Вот, но я вижу, что многие поменяли свое мнение после того, как увидели вторую картинку. Вот, вернемся к первой. На этих баннерах отличается выбор цветов для тайтлов и ссылок. Значит, в этом случае красный баннер сильно лучше. Значит, в чем здесь фишка, так сказать? Это баннер автомобильной тематики. Для автомобильных тематик и самим рекламодателям, и пользователям, которые интересуются машинами, для них почему-то красное и черное сочетание цветов являются более предпочтительными. Это как-то в автошной тематике более брендовые такие цвета. А в недвижимости наоборот. То есть более светлые цвета клиентам недвижимости нравятся больше. Ну и вообще говоря, в целом, по всем тематикам, синий баннер с зелеными кнопками, он в общем-то побеждает. Но есть какие-то отдельные определенные тематики, например, автомобильные, в которые другая комбинация цветов выигрывает. И вот в автомобильном побеждает красный с черным. И вот я показал всего лишь два простых примера, как количество объявлений и цветовые сочетания влияют на доходность вас, как вашей площадки в контексте. Что еще может влиять? Мы собрали какое-то количество здесь примеров. То есть размеры баннера, наличие, отсутствие картинок, размеры шрифта, текста, цветовые, какие-то выбор цветов, дополнительные элементы. Это все очень сильно влияет на ваш доход. Мы еще дальше даже посмотрим на сколько в процентах. И встает вопрос, а что же делать паблишеру? То есть неужели тестировать все эти комбинации самому, проводить какие-то бесконечные тесты? И самая большая проблема в том, что рынок наш каждый год меняется, и нужно каждый год, видимо, заново проводить такие исследования. И, наверное, каждый задает себе сейчас вопрос, а почему Яндекс сам не может за нас делать? То есть подбирать одно-два объявления в зависимости от того, какой пользователь пришел, зачем мне как площадке об этом вообще думать? Яндекс может. И правильный вопрос, который площадка должна себе задавать, это где компромисс между деньгами и внешним видом рекламы на ее сайте. Сколько должно быть рекламы на моем сайте? Как она должна выглядеть? Вот это более правильный вопрос. И выводы, которые мы сделали, это то, что каждая площадка уникальна, и не стоит обобщать все площадки и делать однотипные дизайны для всех рекламных мест, для всех площадок. То есть паблишер должен сам для себя решать, где находится та грань между выручкой и внешним видом рекламы. А что Яндекс? А Яндекс может предоставить инструменты, которые позволят паблишеру просто, удобно и, что самое, наверное, важное, быстро подбирать оптимальные дизайны для контекста, для тех или иных случаев, тех или иных площадок. Аукцион дизайнов, что это такое? Это возможность умного АБ-тестирования дизайнов с автоматическим выбором и подсказкой того, какой дизайн для того или иного рекламного места больше приносит денег, более является доходным и удачным для вашего сайта. Как это выглядит? Инструмент уже запущен в закрытой бете. Вот это выглядит вот так. То есть в партнерском интерфейсе вместо одного дизайна на рекламный блок вы можете загрузить теперь несколько дизайнов. То есть площадка сама говорит Яндексу, какие дизайны контекста приемлемы на том или ином рекламном месте и может добавить на один блок, допустим, 5 дизайнов. И для каждого посетителя сайта Яндекс будет выбирать наиболее доходный дизайн по мнению Яндекса для каждого пользователя. То есть если пользователь искал, как в примере, выше гитару, ему будет баннер с одним явлением. Если он искал окна, ему будет несколько объявлений директа и так далее. Как это все работает? Внутри мы используем, естественно, машинное обучение, которое учитывает такие факторы, как география, устройство, разрешение экрана, тематика баннера и так далее. Очень много различных факторов используется. И предоставляем вам статистику. Что получилось по факту и статистика по тому, какой был прогноз. По факту, я думаю, всем понятно, это в партнерском интерфейсе срез по дизайну. То есть мы смотрим, какой дизайн, какой CPM имел, сколько денег он вам заработал, какие показы на него были выделены и так далее. Что такое прогнозная статистика? Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит отдельная карточка дизайна. То есть вы, когда дизайн создаете, вот он вот так выглядит. Есть название, какие-то его настройки. И вот показатели успеха дизайна. Две цифры, которые мы показываем. Это количество показов, которые получил дизайн, и прирост CPM. Что такое количество показов? Это в каком проценте случаев этот дизайн был самый лучший среди ваших дизайнов. То есть он выигрывал по доходности у остальных дизайнов. А прирост CPM это тот uplift по доходу, который этот дизайн имел по сравнению со следующим конкурентом. То есть в данном примере у нас дизайн Motion. Он выбирался в 32% случаев на этом блоке. И был на 33% дороже всех других дизайнов для тех пользователей, которых он выбирался. Какие особенности есть? Любые форматы мы поддерживаем. В дисктопе, мобильном вебе, турбой работает как для AdFox, так и для классических RSE блоков. Среднее время обучения модели у нас около двух недель. При этом чем больше трафика на рекламном месте, тем быстрее обучается модель. Но надо помнить, что если вы очень много дизайнов добавите, то время будет увеличено. И важный вопрос. А как же с помощью такого инструмента площадки заработать таких денег? И ответ такой, что есть два способа. Первое. Можно найти самый лучший дизайн для конкретного рекламного места. То есть мы все знаем, что сейчас выбрать дизайн какой-то в партнерском институте довольно сложный процесс. Нужно гадать на 10 галочках. И вот этот инструмент как раз помогает не гадать, а выбрать реально самый доходный дизайн. И после того, как мы уже выбрали несколько хороших дизайнов, то мы можем добавить их в аукцион дизайнов, чтобы машинное обучение за нас выбирало уже под каждого конкретно польза для один-два объявления, или там какие-то цвета уже для автомобильной или других тематик. Но стоит помнить, что аукцион дизайнов это все-таки инструмент для паблишера, а не самостоятельный продукт. То есть результаты очень сильно зависят от того, как этот инструмент использовать. Очень простой, наверное, понятный пример. Если добавить 10 плохих дизайнов, то машинное обучение будет их все тестировать, трафик пойдет на плохие дизайны, и в деньгах вы, конечно же, в некотором моменте потеряете. Но креативный, талантливый подход к выбору дизайнов показывает результаты сильно выше среднего. Вот, и у нас опять надо воспользоваться голосовалками. Такой промежуточный слайд. Поднимайте, поднимайте. Не хотят поднимать красный. Не поднимайте, я не обижусь. Потому что в докладе не хватает самого главного пока что, да? Да, денег не хватает. Правильно, мне подсказывают, и давайте как раз разберемся, а что с деньгами. Вот, ни один мой доклад еще раньше не обходился без слайдов с графиком денег с драйва 2, и этот доклад не исключение. Вот, он тоже содержит такой слайд. Вот. В этот раз мы нарастили денег на Turbo у Юры. Вот. С начала апреля мы начали тестировать в закрытой бете аукцион дизайнов и добавили на Turbo в аукцион три дизайна. Это был Motion Adaptive и Poster. Вот. Краткий спойлер, победил Poster. Самый лучший дизайн. Система начала его приоритизировать относительно других дизайнов, и мы получили за счет этого рост выручки на 70%. Вот это все рекламные блоки в Turbo на дрове. То есть вся выручка Turbo у Юры увеличилась на 70% за счет такого инструмента. Двигаемся дальше. Второй кейс у меня с Wi-Fi в метро. Вот. Это баннер после авторизации в мобильном вебе. 300 на 250, как только вы проходите авторизацию. Вот. Там мы тоже тестировали около пяти дизайнов разных, и в какой-то момент система поняла, какой из них самый лучший. Краткий спойлер — это Poster. Вот. И начала тоже его приоритизировать, что принесло дополнительно площадке 60% денег с этого блока, что довольно значительно. Вот. Теперь у нас есть еще кейс дизктопа. В дизктопе, конечно, найти такие цифры 70-60% ростом довольно тяжело, но вот мы с ребятами из GizMeteo все-таки попробовали и увеличили доходность блока 30 на 600 в разделе новости на 10%. То есть и CPM вырос, и доходность этого блока выросла за счет того, что мы начали использовать там более удачные дизайны. Не сразу, конечно, у нас это получилось. Вот. Но все-таки такие дизайны нашлись. Сейчас доступна закрытая бета. Что в ней уже есть? Это вы уже можете добавлять несколько дизайнов на блок через партнерский интерфейс, проводить большое бета-тестирование между всеми вашими дизайнами, которые вы добавили. Вот. У нас уже есть формула машинного учения, которая помогает вам выбирать самые лучшие дизайны, показывает нам, какие лучше работают, какие хуже, приоритизирует лучшие, чтобы вы могли лучше оставить, а плохие заменить на какие-то другие. Записаться в закрытую бету можно у вашего менеджера в RSE. Ближайшие планы на развитие этого инструмента. То есть, во-первых, у нас есть довольно большой план по улучшению формул, чтобы они быстрее вам подсказывали и точнее. Также мы хотим сделать коллекцию самых лучших и удачных вариантов в партнерском интерфейсе, чтобы вы могли посмотреть, какие дизайны лучше подходят для правой колонки, какие для баннера под статьей, какие для верхнего баннера и так далее. Выбрать уже какие-то из каких-то определенных дизайнов, просто накидать в аукцион дизайнов себе вариантов. И также выяснилось в закрытой бете, что добавить три дизайна на каждый из ваших 50 блоков довольно трудоемкое занятие. Мы очень ждем массовых операций, чтобы можно было сразу добавить много дизайнов. Открытая бета стартует летом 2019 года. Любой желающий сможет попробовать этот инструмент. Давайте подведем какой-то итог промежуточный. Мы сегодня выяснили, что внешний вид контекста очень сильно влияет на ваш доход. Чем больше и лучше конверсии с ваших рекламных мест, тем больше ваша выручка. И оптимальный дизайн контекста влияет от очень многих факторов, начиная от тематики объявлений, от их количества, заканчивая геодевайсом и разрешением экрана. И также мы выяснили, что площадка сама должна решить, где находится та грань между выручкой и внешним видом рекламы на ее сайте и определить те дизайны, которые для нее приемлемы и те, которые она считает неприемлемыми. И стоит помнить, что аукционный дизайнов — это всего лишь инструмент, который позволяет вам монетизировать свою экспертизу в том, как должна выглядеть реклама на вашем сайте. Мы считаем, что это очень большая точка роста ваших доходов с контекста в 2019 году. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ